Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Несколько дней назад я снимала видео скручиваются листья у томатов, основные причины и одну из причин назвала жирование. Сейчас я про каждую причину буду говорить отдельно, отдельное видео, и рассказывать как исправить ситуацию. Да, жирование стоит на первом месте по скручиванию листьев. Если вы смотрите, что у вас листья скручиваются, особенно верхние листья постоянно скручиваются, но растение мощное, и стебли толстые, вот такие темно-зеленые, крупные, сочные. Вот я вам сейчас показываю, но это не жирование, потом покажу, объясню почему. И вот как огородники говорят, что идет жирование. Такое растение обычно, оно само себя кормит, обеспечивает листья, вот эту зеленую массу, оно закладывает мало цветочных кистей, идет мало завязи, и все это идет в ущерб урожая. Ну, тут сразу мы, вот, например, есть ли жирование, сразу вопрос, как избежать. Самый-самый, вот распространенный, самый частый способ, как избежать, это, конечно, суперфосфат. Во-первых, жирование от чего бывает? Обычно перекормят азотом, при обильном поливе, если растение хорошо поливать, если растение заправить, например, в луночку перегнуя, потом сделать еще азотных подкормок несколько, оно неизбежно начнет жировать. Томат склонен к жированию больше, чем другие. Во-первых, кроме суперфосфата, сразу снижаем полив, неделю, 8, даже специалисты рекомендуют 10 дней не поливать, пусть оно немного как бы подсушить грунт, подсушить растение, чтобы ему жировать было ни с чего. Ну и, конечно, для задержки роста делают корневую подкормку, вот я говорила про суперфосфат, ведро воды, 3 столовые ложки суперфосфата, растворить в небольшом количестве сначала, я вот разминаю, я прям молотком разбиваю через ткань, размешиваю, разминаю, все растворяю, потом на ведро воды. И литр под куст одного растения, все. У вас подкормится суперфосфатом, начнется формирование больше на корневую систему развития, а верхняя часть, вот эта зеленая масса, немного приостановится. Но перед тем, как все это сделать, вы разберитесь, растение это жирует или такой сорт. Вот смотрите, я вам показываю вот этот жиростойкий, болезньоустойчивый, у него это характеристика сорта, у него всегда толстые мясистые листья, он всегда такой огромный, толстый. А рядом стоит вот это растение, оно получает одинаково такой же полив, одинаково такую же подкормку, но у него нет таких листьев, потому что у него другая характеристика сорта. Перед тем, как ставить диагноз ожирение, вот, жирование, вы посмотрите на характеристику сорта, если вам неизвестен этот томат, где-то посмотрите в интернете, а то иначе будете мучить вот такое растение, которое, ну оно такое по природе, оно по жизни такое, оно всегда толстое, всегда с массивными листьями, это нужно выяснять, это нужно знать. Растения бывают разные, видите, один вот сорт вот такой, он тоненький, он такой нежненький, он прям, хотя уже взрослый, хотя уже с томатами, а этот еще по срокам посева намного моложе, у него только бутончики лезут, он самый-самый поздний у меня был посеян, но он, видите, какой толстый и здоровый. Так что не все томаты, которые с жирными толстыми листьями, не все жируют. Иногда бывают, это характеристики сорта, это нужно учитывать, и не мучайте зря растение, например, засухой или суперфасатом там подкармливать. Может быть, оно такое есть всегда, и никак вы его не исправите. Растения, которые жируют, это те, которые выглядят не так, как обычно. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это прожирование томатов, как его исправить. Все. До свидания. Продолжение следует...